всем привет с вами Дмитрий Русул и в сегодняшнем видео хотел бы рассказать об одной очень полезной фиче для тех кто пишет аранжировки и использует например струнные инструменты или духовые инструменты как вы знаете в лоджике есть специальные инструменты так называются studio strings и также есть studio horns которые по сути ну очень похожи просто естественно судя по названию каждый отвечает за свое то есть хорринс это у нас духовые медные и соответственно studio strings отвечает за все виды струнных причем как ансамблевые так и отдельные здесь есть разные варианты то есть сольные скрипки сольные альты виолончели и контрабасы и так далее ну то есть полный набор и конечно же всегда когда доходит дело до работы со струнными самое важное это подобрать правильно артикуляции и как правило все библиотеки будь то сторонние наверняка вы пользовались хотя бы один раз такими для контакта очень много библиотек они немножко по-разному работают с артикуляциями но как правило это все сводится к тому что есть некие триггеры например там от ноты c0 допустим до g0 то есть тут нету таковых звуковых нот то есть звуков там нету сэмплов там нету в этом регистре но там есть так называемые свитчи то есть переключатели которые в нужный момент просто вы меняете артикуляцию то есть когда у вас прописана нота c0 у вас ставится нота точнее меняется артикуляция на сусты да или там на какую-нибудь d0 у вас то включается пиццкаты допустим и так далее так вот так как это studio strings у нас инструмент встроенный небос непосредственно в лоджик то естественно гораздо более глубоко интегрирован в саму среду лоджик и это можно использовать это довольно здорово и здесь есть очень такая полезная для этой фишки фича и так вот у меня час открыт пресет string ensemble ну тут принц все по умолчанию и у меня артикуляции сустейн выбрана здесь можно разные артикуляции выбирать но вот у меня выбран сустейн это такой стандарт скажу так базовые значения давайте послушаем у меня партия здесь прописано как она сейчас звучит вот такая партия то есть естественно если хочется ее оживить то можно использовать различные артикуляции потому что струнные у нас бывает часто играют с разными артикуляциями и в лоджике это сделать очень легко благодаря специальным так называемым articulation sets по умолчанию они выключены их надо включать то есть вот мы выбираем трек где у нас присутствуют струнные и вот здесь закладки трек в инспекторе у нас прямо есть внизу специальный пункт который так называется articulation set и он как бы пока его нету и мы можем вот тут есть как раз два пресета точнее две категории для хорнс и для стринкс но так у нас стринкс то естественно нас интересует эта секция и дальше нужно выбрать соответствующую вот этот скажем так пресет или набор артикуляционных вот этих вот изменений под тот пресет который вы выбрали то есть данном случае у меня string ensemble и соответственно я сейчас его здесь найду вот он string ensemble то есть я его выбрал и мы видим теперь у нас в пиано роли появился отдельный пункт который так называется articulation в чем преимущество такого подхода преимущество в том что я могу никакими фут свечами не пользоваться еще чем-либо я могу для каждой конкретной ноты так же как мы меняем первое velocity для выбранной ноты я могу также задавать конкретную артикуляцию это очень удобно я могу например выбрать вот эту первый такт вот эти ноты и выбрать здесь допустим стакката чтобы мои струнные играли именно этой артикуляции давайте послушаем и соответственно дальше они переходят уже обратно на sustain и причем естественно это можно делать с не обязательно там целый такт отдельно каждую ноту то есть это очень удобно можно попробовать сделать акцент от sustain здесь можно поставить например пицциката и в самом конце можем сделать нарастание допустим дать послушаем ну давайте поменяем на на быстрый вариант можно даже прям добавить velocity то есть вот так это работает очень здорово на самом деле очень удобно потому что вот я сейчас вы видите в любой момент могу переключиться в любую часть партитуры и у меня будут играть именно те артикуляции которые установлены потому что артикуляция в данном случае зависит не от тригирования каких-то фут свечей нет автоматизации например как бывает некоторых инструментах а непосредственно в сами ноты зашита эта информация то есть logic просто не воспроизведет эту ноту никак иначе кроме как 100 артикуляции которую мы задали это на самом деле очень круто когда я для себя открыл эту функцию писать струны стал гораздо психологически легче потому что раньше я когда нужно было в аранжировку и прописать там максимально живую партию струнных я прям под это отводи отводил чуть ли не отдельную рабочую сессию там отдельный день потому что это нужно было либо создавать разные дорожки под разные артикуляции чтобы удобнее было все это контролировать и прописывать либо постоянно с этими фут свечами не путаться но не фут точнее клавишами свечами не путаться чтобы в нужный момент в нужное переключалась плюс еще бывают проблемы что когда ты слушаешь например какой-нибудь какой-нибудь отдельный такт там фокусируя внимание на нотах например этот свитч не срабатывает например в какой-то момент и ты слышишь свою партию не с той артикуляции с которой ты задумывал ну то есть очень много вот таких вот каких-то технических было сложностей которые постоянно нужно было держать в голове решать конечно здесь это все гораздо проще и на самом деле инструмент очень классный да понятно что есть какие-то крутые библиотеки для контакта которые звучат гораздо живее звучат гораздо плотнее и жирнее больше возможностей по настройке самого звука это понятно все таки этот инструмент studio strings он и не претендует на полноценную замену каким-то профессиональным оркестровым сэмплерным библиотекам но этот инструмент однозначно подойдет кому-то для для тех у кого струнные не являются таким прям основополагающим элементом в аранжировке то есть которые просто добавляют какого-то определенного колорита в общую аранжировку в миксе то есть они хорошо как правило звучат и за счет этих артикуляций то есть еще с ними довольно комфортно и быстро работать поэтому если вы вдруг не использовали этот инструмент то вот знаете что у нее есть вот такое очевидное преимущество перед сторонними инструментами которые естественно не так интегрированы в ложек и за счет этого можно иногда себе реально облегчить задачу повторюсь если не стоит цели прям вот какой-то супер глубокий оркестр прописывать с полным контролем над звуком то есть здесь конечно контроль такой самый поверхностный но так или иначе во многих ситуациях его достаточно что ж надеюсь вам этот урок был полезен обязательно пишите в комментариях как вам знали ли вы про эту фишку или не знали также пишите какие-то свои вопросы и предложения чтобы я так же записал видео с видео ответом по тем или иным вопросам я это очень часто делаю читаю все комментарии читают частые вопросы поэтому чтобы скажем так поучаствовать в создании контента обязательно мне пишите и конечно же подключайтесь к нашему телеграм-чату если вы еще этого не сделали потому что у нас там идут постоянные дискуссии по поводу лоджика по поводу проблем с лоджиком по поводу плагинов и так далее там очень много людей общаются ежедневно поэтому подключайтесь будьте на связи и конечно же подписывайтесь на наш канал logic pro help потому что мы сейчас здесь выпускаем довольно много новых видео по разной тематике по лоджику по плагинам по работе с разной разным типом музыки от электронной до живой поэтому обязательно подписывайтесь смотрите те видео что уже были выпущены на нашем канале потому что здесь довольно много если вы особенно новичок в лоджике то очень много здесь вы сможете узнать и легче работать лоджик станет от этого ну что ж всем успехов в творчестве с вами был Дмитрий Урсул увидимся с вами в следующих видео всем пока субтитры сделал DimaTorzok